Прямо сейчас о самых заметных происшествиях, которые случились в городе и регионе за минувшие сутки. Смертельное ДТП произошло 26 января на 509-м километре автодороги Сургут-Сарихард. Там столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Что стало причиной трагедии, сейчас выясняют следователи. А 25 января около 9 часов вечера в Ноябрьске на регулируемом перекрестке улиц Советской Высоцкого в ДТП пострадала 22-летняя девушка. Водитель автомобиля «Шевроле Клан» тронулся на перекрестке на зеленый сигнал светофора и начал поворачивать налево, при этом не убедившись в безопасности маневра. В этот момент на тот же перекресток выехала «Лада Приора». Она двигалась прямо. В результате аварии в больницу с травмами была доставлена пассажирка «Приоры». Известно, что в момент аварии девушка находилась на переднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности. В ХМАУ завершено расследование уголовного дела в отношении водителя грузовика, который на переезде врезался в пассажирский поезд. Речь идет о трагедии, которая произошла 9 сентября прошлого года на перегоне Мегион Нижневартовск. На ЖД переезде грузовик и века врезался в движущийся пассажирский состав. В результате столкновения 18 человек получили травмы, двое погибли. Эксперты установили, что виновником происшествия стал водитель грузового автомобиля. Он нарушил ПДД, а именно проигнорировал дорожные знаки, разметку, а также порядок пересечения железнодорожных путей. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения. В ХМАУ сотрудники Росгвардии задержали таксиста, подозреваемого в надругательстве над пассажиркой. 26-летнему угорчанию предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера. Пострадавшая девушка заказала авто через мобильное приложение. Уже в пути водитель заблокировал дверь, а пассажирку отвез не в пункт назначения, а в безлюдное место. Там и было совершено преступление. Через некоторое время после подачи заявления в полицию злоумышленник был задержан сотрудниками Росгвардии. По ходатайству следователи мужчину заключили под стражу. В Югре спасатели нашли тело мужчины, пропавшего несколько дней назад. По данным специалистов, он уехал в лес на снегоходе еще в понедельник 22 января. Сообщение о пропаже 27-летнего мужчины поступило спасателям отряда Центроспас Югория в тот же день. Они немедленно приступили к поискам, обследовали площадь в 10 квадратных километров. Сначала был найден снегоход, на котором уехал югорчанин, а тело самого пропавшего спасателя обнаружили только 25 января в районе озера Запорного. Среди одной из версий гибели рассматривается переохлаждение. Точную причину назовут эксперты. В ноябрьские сотрудники линейного отдела полиции задержали преступника, который в течение года скрывался от правоохранителей. По версии следствия, 51-летний житель города Туймазы еще в декабре 2016 года похитил у попутчика мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей. Задержать злоумышленника сразу не удалось, а вот личность предполагаемого похитителя определили быстро. Был объявлен розыск. Ориентировки находились в каждом отделении полиции. В течение года злоумышленник скрывался от следствия. Однако несколько дней назад снова поехал на Ямал. Как только состав Уфа Новую Рингой прибыл на станцию Ноябрьск, мужчина был задержан. Украденный телефон, как выяснилось, он подарил приятелю в качестве оплаты за то, что тот помог перекопать огород. О том, что еще обсуждают в соцсетях, прямо сейчас расскажет Екатерина Бруцкая. А у меня к этому часу все. Я напомню стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск. Происшествия». Может абсолютно каждый. Если вы стали свидетелем какой-либо чрезвычайной ситуации и смогли заснять все это на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах рубрики и телеканала «Ноябрьск. 24» ВКонтакте.